Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, я сертифицированный нутрициолог, коуч. И да, это я, та самая Мария Мироневич, которая избавилась от 55 кг лишнего веса без диеты-тренировок. Сейчас с вами будем готовить тыкву, потому что осень, а тыква классная, вкусная, недорогая и идеально подходит для вкусного и здорового снижения веса. Ну, конечно, начинаем готовить тыквы. Я тыковку очистила от кожицы, у меня 750 г. Сейчас разрежу кусочек вот так на 4 части. Теперь каждый кусочек натираем на мелкой терке, это важно. Я уже натерла всю тыкву, добавляю 2 столовые ложки соевого соуса, специи, здесь у меня базилик, орегано и сушеный чеснок. 500 г мясного фарша. Кстати, если вы хотите купить фарш в магазине, то самое главное выбрать кусочки мяса, из которого вам приготовят фарш. И тогда его вполне можно купить в магазине. Фарш у меня говяжий. Также нам понадобится 2 яйца. Яйца отправляем ко всем нашим ингредиентам. Теперь перчу. Я использую смесь перцев. Делаем это по вкусу. Ну и, конечно, необходимо также по вкусу посолить. Один из важнейших моих принципов снижения веса и приготовления еды, все гениально и просто. Этот рецепт очень простой, при этом я уверена, он вам понравится. Наша задача просто смешать все ингредиенты до однородного состояния. Нашу будущую запеканку с тыквой, вкусную, полезную, невероятно ароматную и простую в приготовлении, перегружаю в форму для запекания. Форма у меня из закаленного стекла, смазывать маслом ее не нужно. Если вдруг вы будете использовать металлическую форму, которая требует того, чтобы ее смазали с маслом, обязательно это сделайте. Запеканку я разровняла в форме, все почти готово. Остается совсем чуть-чуть. Добавляю столовую ложку сметаны, меняю на 20%. И такими нехитрыми движениями смазываем нашу запеканку сметаной. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Теперь запеканку готовим при 200 градусах Цельсия 40 минут. Обратите внимание, что если вы возьмете куриный фарш или фарш из индейки, то будет достаточно получаса. Запеканка почти готова, остается совсем немного. Добавим натертый сыр. На 3 порции я натерла 100 граммов сыра. Отправляю еще на 10 минут в духовку. Наш шикарный ужин готов! Просто посмотрите, запеканка получается невероятно ароматная, нежная, вкусная и отлично подходит для здорового ужина. Запеканка получается невероятно нежной. Специи, которые мы добавили, сыр, которым посыпали, все создает невероятно домашний, уютный осенний вкус, который принесет вам стройность. И да, на ужин можно съесть 401 грамм запеканки из тыквы с мясом и при этом снижать свой вес. Девочки, также обращаю ваше внимание, что если вам интересны не только вкусные, разнообразные и классные рецепты, но вы также хотите получить результат стройности по снижению веса и, самое важное, сохранить этот результат, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я провожу прямые эфиры и делюсь с вами важной, нужной информацией. Подписаться на канал можно по ссылке в описании под этим видео и также оставлю его для вас в закрепленном комментарии. Готовим с вами ужин номер 2. Одну маленькую луковичку нарезаю сначала продольно, а потом мелким кубиком. Также мелким кубиком нарезаю одну среднюю морковку. До дня сковороды я разогрела чайную ложку растительного масла и отправляю туда овощи. Тыкву нарезаю средним кубиком. Лучок и морковка уже немного поджарились, так как тыква более нежная, ее можно отправить позже и кубики сделать крупнее. Тыкву сразу перчу. Делаем это по вкусу. Я использую смесь перца. Перемешиваю и оставляю готовиться на огне выше среднего на 7-10 минут. Прошло 7 минут. Тыковка и лук-морковка отлично подрумянились. Добавляю 50 граммов замороженного зеленого горошка. Перемешиваю. Добавляю специи. У меня базилик, орегано, сушеный чеснок и карри. Отлично сочетается с тыквой. Наша тыква будет в сливочном соусе. Добавляю 100 мл молока, 2,5% жирности. Перемешиваю. Аромат чудесный. У меня 300 граммов говяжьего фарша. Влажными руками формирую тефтельки-фрикадельки. И отправляю их сразу в соус. Все тефтельки-фрикадельки уже готовы. Самое время посолить. Также добавляю 100 мл воды. Прошло 5 минут. Я сейчас все перемешаю. И для того, чтобы наши и тефтельки, и тыквы приготовились равномерно, накрываю крышкой и оставляю еще на 5 минут. Прошло еще 10 минут. И наш ужин уже готов. Просто посмотрите. Мечта не ужин. Самое классное, что действительно можно питаться вкусно, разнообразно, красиво. Готовить при этом быстро из обычных доступных сезонных продуктов и при этом снижать свой вес. Такой ужин понравится всей семье. Даст сытость до самого сна. Получите большое количество клетчатки. Ну и просто отлично поужинаете. Вес одной порции 317 граммов. Приятного аппетита! Готовим ужин номер 3. Для тех, кто постится, приготовим быстрый, постный, вкусный ужин, конечно же, с тыквой. Нарезаю мелко одну луковичку. Ну и, конечно, лук и морковка классическое сочетание. Нарезаю морковку мелким кубиком. Тыкву также мелко нарезаю. Я разогрела чайную ложку растительного масла. Отправляю лук, морковку и тыкву пассероваться. Часто спрашивают, Маша, что мне делать с бататом? Ну, собственно говоря, есть. Я взяла один батат, очистила его, ну а теперь нарезаю на кубик. Кубики сладкого картофеля также отправляю в сковороду к остальным овощам. Если вдруг у вас батата нет, то можно взять либо кабачок, либо просто увеличить количество тыквы. Теперь, конечно же, необходимо поперчить. Делаем это по вкусу. Все перемешиваем и готовим на среднем огне 10 минут. Прошло 10 минут, овощи пассеровались. Добавляю базилик и орегано. И поскольку мы с вами готовим не только постный, но еще и быстрый ужин, я добавляю одну банку фасоли в томатном соусе. По желанию вы можете добавить просто отварную фасоль. Ну и теперь все необходимо, конечно же, хорошенько перемешать. Обязательно нужно посолить по вкусу, потому что и лук, и морковка, и тыква, и батат сладкие. Теперь накрываю крышкой и буду томить минут 15 на среднем огне. При необходимости добавлю немного воды. Прошло 15 минут, я добавила водички и еще 10 минут потомила. В общей сложности 25 минут. Просто посмотрите, какое невероятно красивое, по-настоящему осеннее, нежное, бархатное у нас получилось. Кстати, либо вегетарианское, либо постное овощное рагу. Такое рагу поможет насытиться благодаря тому, что мы использовали и батат, и фасоль. И, конечно же, мы получим большое количество клетчатки, которое поможет нам быть сытыми. Вес овощного постного рагу с тыквой 305 граммов на порцию. Приятного аппетита! Я уверена, что новые рецепты с тыквой внесут разнообразие в ваше осеннее меню и помогут вам стройнеть со вкусом. Если это видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк, конечно, подписывайтесь на канал. И напоминаю, чтобы быть ближе и чаще общаться, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви и добра!